Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Такие новости нашел, что не смог побороть соблазн, чтобы не поделиться ими с тобой. Только что произошло очень важное событие, о котором никто из основных средств массовой информации не сообщает, особенно западных. Впервые в истории цифровой юань был использован для расчетов по сделкам сырой нефтью. Это напрямую подрывает не только силу, но и все существование нефтедоллара. Использование юаня – это наглядное свидетельство того, что дедоларизация не является теорией заговора, на которую не стоит обращать внимание. В декабре прошлого года президент Китая приехал с визитом в Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом Им Салман Аль Саудом в Эр-Рияде. Эта дипломатическая поездка имела огромное значение и, как многие предсказывали, стала сигналом, что господство нефтедоллара пошатнулось. На долю семи нефтедобывающих стран Персидского залива приходится около 32% мировой добычи нефти. И на их же долю также приходится половина мировых доказанных запасов нефти. Конкретно 49%. Президент Китая предложил странам Персидского залива начать использовать Шанхайскую биржу нефти и природного газа для осуществления сделок с энергоносителями в юанях. И по окончании визита стало известно, что Саудовская Аравия согласилась отойти от нефтевых сделок только лишь в долларах США. Страна согласилась продавать Китаю свои энергоресурсы за юани. Об этом, конечно, не было объявлено в западных СМИ, поскольку это посчиталось бы внутренней аудиторией значительным внешнеполитическим провалом президента Байдена. Ведь это означает, что нефтедолларовая система начала свой отчет до финала. Уже в конце октября этого года цифровой юань впервые в истории был использован для расчетов по сделкам с сырой нефтью. Повторяю, не просто юань, а цифровой юань. Китайская национальная нефтегазовая корпорация провела расчеты с Центральным банком страны с помощью цифровой валюты Центрального банка, то есть цифрового юаня. Напомню, что Китай является крупнейшим импортером нефти во всем мире, поэтому это чрезвычайно важно и это событие никак нельзя игнорировать ни одной стране мира. Как сообщается, система нефте-цифра юаня закупила миллион баррелей сырой нефти на шанхайской бирже нефти с расчетом в цифровых юанях. Контракт был заключен 19 октября, как следует из сообщения самой биржи. В объявлении биржи не раскрываются такие подробности, как продавец и общая стоимость покупки, к сожалению. Расчеты в цифровых юанях были завершены с помощью кошелька, предоставленного банком коммуникаций Китая. Есть сведения, что с начала этого года шанхайская биржа провела множество расчетов по трансграничным энергетическим сделкам в юанях, то есть это покупка или продажа или нефти, или газа. Так, например, 17 октября был заключен контракт на покупку в юанях с сингапурским филиалом компании Engie на 65 тысяч тонн сжиженного природного газа, который должен прибыть в китайский порт в ноябре. Имели место и другие торговые сделки в области энергетики, в том числе торговля с сжиженным природным газом между Китаем и Национальной офшорной нефтяной корпорацией, а также некоторыми компаниями в Персидском заливе и компанией, расположенной во Франции. Все расчеты по этим сделкам также осуществлялись в юанях, при этом последняя сделка с французами примечательна тем, что это была первая в истории торговля сырой нефтью с использованием китайского юаня, а не американского доллара. Эти новости важны не только с точки зрения того самого процесса дедоларизации, но и того, что хотим мы того или нет, но избежать внедрения цифровых валют центральных банков будет трудно. По имеющимся данным, большинство мировых экономик, примерно 93% центральных банков по всему миру изучают возможности создания и использования цифровых валют. И наверняка ты помнишь, что около двух недель назад я поделился новостью о цифровом евро, о том, что европейский центральный банк делает большой шаг вперед в этом проекте, и сейчас они вступают в новую фазу, которую они называют подготовительным этапом и который начнется в ноябре 2023-го. На моем канале есть целый видеоролик с подробностями, ссылку я оставлю в описании и прикрепленном комментарии. Если тебе интересно, можешь посмотреть. Итак, завершение первого трансграничного расчета за сырую нефть в цифровом юане – это действительно новый шаг для мировой финансовой системы. Но для юаня это еще и стратегический шаг. По данным международной расчетной системы SWIFT, доля юаня в международных платежах в сентябре достигла рекордной отметки в 3,71%, и валюта сохранила за собой позицию пятого места по активности в глобальных платежах. А общий объем платежей в юанях увеличился на 2,7% по сравнению с августом. Однако, по более свежим данным, за 31 октября 2023 года доля юаня в глобальной финансовой торговле выросла еще больше – уже до 5,8%, в то время как доля евро упала до 5,43%, а доля доллара остается плюс-минус неизменной в районе 84%. В любом случае, в конце октября использование юаня обогнало использование евро. По данным Global Times, юань также превзошел евро и стал второй по величине валютой в валютных резервах Бразилии. При этом Аргентина впервые использовала юань для выплаты части внешнего долга, а Пакистан использовал юань для покупки российской нефти в начале этого года. Таким образом, мы видим, что страны так называемого глобального юга не только развивают свои торговые связи, но и объединяются таким образом, чтобы полностью исключить западные валюты, бизнесы и ресурсы из своих расчетов. Конечно, европейские и американские ведущие СМИ никогда не сообщат об этом, а если и сообщат, то в очень обманчивой форме. Но на самом деле, нравится нам это или нет, но сейчас в мире происходят значительные изменения. Это полная переоценка существующих традиционных финансовых систем и традиционного порядка, который, конечно, охватывает практически все аспекты нашей жизни – социальные нормы, геополитическую структуру и финансовую активность. И изменения происходят действительно молниеносно. Я могу охарактеризовать это как глобальную валютную войну, где мир разделяется на некие финансовые конкурирующие блоки. И это снова приводит меня к моей идее о том, что фиатная валюта является валютой войны и конфликтов, а биткоин является альтернативной валютой, которая объединяет людей. Этим он мне и нравится. Но есть страны, которые пытаются усидеть между финансовыми блоками. Саудовская Аравия, например, заинтересована в ведении бизнеса как с Западом, так и с Востоком. Саудовский принц, например, завлекает к сотрудничеству крупнейшие в мире компании по управлению активами, неважно какого происхождения – американские, европейские, китайские или арабские. Привлекает он их к реализации своей программы «Видение 2030», в рамках которой он создает так называемую «Новую Европу Ближнего Востока». В дальнейшем мы будем наблюдать, как переход к многополярному финансовому миру становится все более и более очевидным. На этом все. Если видео было познавательным, не забудь поставить лайки и поделиться им в социальных сетях. Большое спасибо. Ну а меня зовут Богатейший Дим и увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»